Добрый день всем. Мы находимся в секторе номер 16. Команда Кельчевич и Парпарон. Здравствуйте, господа. Всем привет. Ручка по машине. Я тут так. Там уже 11 человек уже у нас здесь в гостях, смотрят. А мы что в прямом эфире? Да. Хорошо. Ну, как бы, если мы делали прямые эфиры с той стороны, мы оказываем с этой стороны даже. Ну, расскажите. Что рассказывать? Что интересует? Спрашивайте. Ну, во-первых, я уже понял, претензии есть. Не, ну, претензии не то, чтобы претензии. Мы, в принципе, знали, куда мы ехали. Мы знали, что тут есть этот тромблок. Мы к этому были готовы. Мы не думали, что это настолько будет. Но мы понимали, что где-то там кто-то будет ставить сетку и ловить какую-то рыбу. Но когда заплывает сектор прям на редкот и вот так ставят перпендикулярно сетку удочкам, то это как бы уже никакие ворота не резит. Плюс, честно говоря, ну, напрягают трубаки вот эти молокки, которые слева. То есть, как бы, ну, у нас все-таки есть какая-то дистанция, на которой мы работаем, 130-140-150 метров. Ну, с лодки можно и на 200 завести, можно вообще линию закормить. То есть, ну, при желании, если слева и справа закормят люди с лодок, то тут поймать будет что-то достаточно сложно. Вот. А так, водоем чудесный, все хорошо. Организаторы очень приветливые, очень стараются, очень приятно приезжать на такие примеры. Стараются делать то, что они могут. К сожалению, есть вещи, которые даже организаторы не могут. И не только организаторы, как я уже говорил, даже руководство самое высокое, ничего не может с этим сделать. Это будет длиться до тех пор, пока... Я вам, как бы, я тут людям немножко историю расскажу, откуда вообще взяли здесь промысловики. Их же здесь никогда не было. Раньше, севернее Кенерета, есть так называемое озеро Хула. И там было огромное озеро, большущее, где были промысловые артели, которые там ловили рыбу. Потом было принято решение осушить это озеро и типа под сельскохозяйственные нужды. Короче, произвели операцию по осушению, уровень упал, а рыбаки сказали, а что нам теперь делать? Мы остались без заработка, мы остались без куска хлеба. И им государство дало разрешение и перевело их на Кенерет. Вот с этого момента появились вот эти промысловики, с которыми тоже борются, и борется и государство. Потому что тут же в чем проблема. Если ты бизнес, ты должен платить налоги. Правильно? Они не платят налоги. Они вообще не сообщают о том, что они что-то зарабатывают. То есть из 112 официально зарегистрированных артелей рыбацких, 4 зарегистрированы в налоговой инспекции и платят налоги. Понятно, что они их не платят так, как они должны платить по-любому, но они хотя бы что-то платят. А остальные чем живут, непонятно. То есть как бы вроде вышел, ничего не поймал. Не о чем сообщать. То есть понятно, что те, кто официально сообщает об этом, они очень многие две трети своего улова продают налево, одну треть официально по квитанции. И за эту вот эту одну треть они отчитываются. Но это потихонечку приходит конец, начинают закручивать гайки, начинают просто, они делают как? Они просто не обновляют лицензию. Они говорят так, что если ты в течение года не поймал ничего, не заработал ни копейки, зачем тебе лицензия? Смысл? Это берет время, потому что с ними проблема, они ничего другого не умеют делать. У них никаких специальностей, ничего у них нет. Они как бы не заканчивали ни колледжей, ни институтов. И только что они умеют, это вот приходить и ставить сети. Это единственное их то, что могут. А государству, понятно, просто тупо платить им деньги тоже не хочется. Понятное дело. Поэтому тоже было в 2010 году, когда пытались закрыть кинерат на два года вообще для любых видов рыбалки. И эти рыбаки пришли в наш КНС и пытались продавить на жалость, что вот мы бедные, несчастные, нам нечем кормить семьи. Я заказала, нет проблем, мы вам поможем. Дайте документы, покажите, сколько вы зарабатываете, чтобы мы знали, сколько вам заплатить. А нет документов. А как вы хотите, чтобы вам заплатили? Чисто по вашим словам, что вы заработали миллион шекелей в месяц, кто вам на слово будет верить? Ну, короче, в итоге это все замяли потихонечку. Там по другим причинам, слава богу, не закрыли кинеры. Более по их теологическим, чем по вот этим. Но это тоже взято во внимание потихонечку над этим работать и становится все меньше и меньше, все меньше и меньше лицензии выдается. Одна из проблем, что одна из этих лодок, которая приходила вчера, там один из членов артели, он инвалид войны. Ветеран войны, инвалид войны. И с этим очень тяжело, потому что ты же понимаешь, как бы, ну, и у него это одна радость жизни, как бы это. Он на коляске приезжает в НГФ, там его на лодку пересаживают и вот он, значит, здесь ездит. Поэтому, как бы, тут есть свои нюансы. То, что мы пытаемся вести с ними переговоры. Мы раньше брали разрешение специальное у ответственных за все порта Кинерета. Он нам его давал. А потом оказалось, что это разрешение можно в туалете повесить. Потому что, по большому счету, он ни за что не отвечает. Он не может ни одному из этих рыбаков дать указания. Они ему не подчиняются, они частный бизнес. Все. Поэтому получилось, что, как бы, все было красиво, были разрешения. Но ситуация была такая же, как она и сейчас. Понятное дело, что, если мы дойдем когда-нибудь до ситуации, когда мы пригласим сюда чем-то над миром, мечтаем мы об этом, естественно. Тогда уже, естественно, это нельзя будет допускать. И тогда, конечно, государство должно будет уже вмешиваться на уровне помощи, не знаю, каких-то компенсаций. Потому что на 5 дней тебе надо будет закрыть практически весь водоем. Вы же видите, что... Нет, ну, весь не надо, часть водоем. Проблема-то в том, что они идут за рыбой. Ты не можешь сказать ему, вот иди туда, там кидай сети. Он скажет, а там ничего нет, что туда пойду. А рыба есть как раз вот здесь, я ее вижу. Как наш этот Минахим на Баркасе. У него эхолот, причем у него очень хорошее оборудование. И он, когда проходит мимо, он нам всегда говорит, там, что я вижу здесь, там, стаю мелкого карпа, я вижу здесь это. Но он говорит, что я ведь тоже, как бы, я еду конкретно за рыбой. И поэтому я кидаю все эти там, где есть рыба. Вы мне извините, но... Что вы мне с этим делаете, если эта рыба стоит, ну, скажем, чуть ближе к вам, чем хотелось бы. Ну, а рыба там, где спортсмены, потому что они кормки дают. Сто процентов. Не знаю, сколько плюс, не плюс, но карп в последние годы все меньше и меньше интересует промысловиков. Он очень сильно подешевел, потому что огромное количество карпа из разводников поступает в магазины, цена сбивается. Ну, выращенный, искусственно, как бы. И еще там, они фактически снабжают сейчас только Тверию. Максимум, вот, в самые ближайшие окрестные точки. Скажем, в Хайфе найти карпа из Кеннерта нереально. Его там просто нет. Туда не доезжает. Потому что, получается, еще перевозка, и смысла нет продавать. Поэтому он сказал, что вот эти два года последние все меньше и меньше они берут карпа. Понятно, он попадает в сети, но он их мало интересует. И вот тоже, как бы, я уже говорил вчера в эфире, что сообщают о том, что они ставят сети там на ту же кефаль. А в итоге попадает там полтонны у карпа по 300 грамм, которым вообще никуда не можно сдать. Потому что никому он не нужен. Они, естественно, его выпускают. Но для них это геморрой, потому что карп же, вы знаете, как любит путаться в этих сетях своим плавничком. Поэтому они часто стараются не заходить в те места, где именно много карпа, мелкого. Что делать? Тут, как бы, такие кусты у вас классные. Здесь 100% нерестится и кефаль, нерестится и муж, теряпия. Поэтому... Ну, сардина нам рассказывают. И сардина тоже. Но сардину, кстати, тоже нет. Сардину берет только Минахин. Они сардину не берут. У них слишком крупная ячья. По правилам. У них ячья, по-моему, что-то, 70 сантиметров. 70 миллиметров. Кто-то проверяет? Проверяет... Сейчас, кстати, проверяют. Сейчас очень серьезно проверяют. Потому что раньше было два инспектора, два егеря, как бы, вообще на весь северный регион. Не только на Кеннерах. Они сидели в офисе, пили кофе. Все. Единственное, чем они занимались. Но два года или три года назад контроль передали Министерству охраны природы. У них есть силы, причем вооруженные. Эти были просто... То есть ни пистолета, ничего у них не было. Ничего не могли сделать. А сейчас эти патрули у них есть, как у полиции, права, в принципе. И сейчас начали таки, да. Смотри, то, что происходит с лодочниками обычными. Гоняют очень серьезно. Ну, по крайней мере, летом, когда сезон... То очень серьезно стали к этому относиться. Те, кто выходит на лодках на резиновых. Вот их стали гонять. Ну, хорошо, сейчас мы поговорим с Ильем, чтобы он позвонил этому егерю. Чтобы, может, тот хоть подъедет, просто посмотрит, попросит у них. Показать, есть ли у них все, что можно, чтобы выходить на воду. Работаем, короче. Будем думать, как с этим справиться. К сожалению, когда вода низкая, у нас больше возможностей, естественно. Потому что есть достаточно много мест, куда они не идут. А у нас рыба там клюет все равно. В этом году так вышло, что уровень воды очень высок. Очень похожий звук. Поэтому лучше иметь сигнализаторы, которых нет у соседей. Либо иметь в кармане вибратор? Да. Либо так. Либо так. Не слышно, что это хорошо. В кармане вибратор. То, о чем. Вам во что встроить, да? Как вас на границе не сильно трогали, когда летели? Не, нормально. Проверили паспорт. Попросили подождать минут 15. Я так понимаю, что ваши службы безопасности многие так проверяют. Подождал, посидел. Письмо показывали им, нет? Да, письмо показывали. Посидел в фейсбуке минут 10. Отдали паспорт. Сказали, добро пожаловать в Израиль. Ну, прекрасно. Крамер, теперь у вас гость. Убежал гость. А здесь гостей очень много. Я вспомнил соревнования, которые проходили на том берегу. У нас стояла огромная палатка, где было, по-моему, 8 кроватей. И тоже была погода холодная. И в какой-то момент, как бы, открываемую палатку, на каждой кровати лежит по 2 кашака. Тын-тын-тын-тын. На спальничках так. У нас холодильник термоспенопластовый съели. Пытались достать еду. А у кого-то открыли холодильник, я знаю. Открыли, не открыли, но сгрызли очень серьезно. Ну, у них проблема, согласитесь, сейчас не сезон. Отдыхающих нет. Кушать хочется. Поэтому вы единственная надежда. Мы их тут подкармливаем. Мы тоже. Мы тоже подкармливаем. Сейчас, не знаю, видели ли фотографию, которую я посылал, что команда «Мальков» поймала красивую «Чайку». Да, да, видели ли. Подожди, а это что за чувак? Это тот, который возвращается на этой лодке по 2 кашу. А, что вы объяснили? Да. Вращается, видно ли. Ой, что вам сказать. Ну, вы, наверное, слышали, как бы, что товарищ Колесников предложил отнестись более серьезно вообще к идее проведения турниров в Израиле. Сказал, что потенциал тут есть, как бы, мы просто зря щелкаем клювом и не займемся этим всерьез, потому что зимой иметь такой водоем, в котором можно в конце января загорать. Нет, Аминахин. А, да, скорость слишком большая. Грех не использовать такую возможность. Ваше мнение, как бы, вот. Водоем очень интересный, в моем мнении. Нужно сделать несколько вещей. То есть, первый все-таки раз. Это ваш. Все, неужели мы попали в прямом эфире? Я отойду в сторону. Я не хочу мешать людям. Я отойду подальше, чтобы не сгладить. Мы знаем, что очень много сача у ребят в приловах, поэтому до вываживания невозможно знать, что за рыба есть. Тем более, что усач, он родственник карпа, достаточно близкий и ведет себя очень похоже при вываживании. То есть, если как бы сама еще иногда можно определить, то с усачом намного сложнее. Пока ты не возьмешь его в потах, ты не будешь знать, что это за рыба. Ну, не будем опережать события, подождем. Редкая удача в прямом эфире поймать вообще поклевку. Очень бы хотелось принести ребятам удачу, честно скажу. Я очень люблю, когда я прихожу в какой-то сектор, и у людей клюет рыба. Ну, если особенно, если иначе правильно, вообще замечательно. Сон, к сожалению, наш проклятый усатый враг. Андрюха, ну нельзя же так. Нельзя быть таким злорадным. Я, конечно, понимаю, что это радует всех остальных участников, но... Ребята, ну... Попилуем. Это много у вас таких, товарищей? Да. Очень. Ну, наверное, идет нерест с арденами, которая пришла покушать все обратия местные. Уже, наверное, 15. Включая само, включая того же усача, который очень любит кушать икру. Но, как бы, и карк тоже на нее приходит с большим удовольствием. Не активный карк, не двигается. Так вот надо учитесь у чемпионов. Как само охлаждение? Да нет. Как все готово. Не надо ничего там бега переделывать. Просто тут некоторые товарищи, ваши конкуренты из сектора номер 3. Или 2. Нет, 2. Пишут, ничего не радует, так как Сом у команды противный. Ну, правильно, в принципе. Адриано? Большой привет, Андриано. Он вас смотрит, да. Я к тебе их прислюся. Гоните их туда, гоните. Да, мы прервались. Ты начал говорить, что бы ты предложил. Ну, первое, надо по-любому решить вопрос с сетками. Потому что, если приедут люди, и у них в секторе будут ставить сетки, они больше не приедут. Согласен. Второй вопрос нужно... Ну, если это спортивное соревнование, то я бы все-таки не расставлял так сектора. То есть, это все-таки спорт, должен быть прессинг. Ну, нельзя так, чтобы одна команда, а другой стояла там 250 метров, иначе это просто обычная рыбалка. Лучше пусть будет прессинг спортсменов, чем прессинг таких лодочников. Да, чем прессинг вот таких вот лодочников. Спортсмен хотя бы закинет там, ну, сколько предел возможностей, 130, 140, 150, 160, 170. А лодочник может завести и на грузке. Это второй момент. И третий момент организовать возможность взять с масти прокат, потому что везти самолетом, понятное дело, это все очень неудобно. Если эти три вещи будут, то я уверен, что тут в межсезонье будет много, будет много желающих сюда приедут. Ну, в одном ты совпал на 100% с Артемом, это с возможностью арендовать снаряжение на месте, а не тащить его с собой. Ну, я как бы с собой ничего не тащил. Ну, у тебя команда, тут есть ребята, кто помогли. У них как бы все есть, но у вас же таких ребят не так много, которые могут принять там людей из-за границы и предоставить все оборудование. Поэтому, то есть, этот вопрос нужно организовать однозначно. Ну, вот сейчас был пример, то есть, как бы, команды поснимались, да, но изначально было 30 команд, из которых получилось, что было 6 команд из-за рубежа. Если не 7, в самом начале. И 7 команд, это, как бы, в нормальном понимании 14 палаток, это по-любому минимум 14 кроватей и так далее, и тому подобное. То есть, это достаточно много сложнее, чем на одну команду. У нас на форуме есть один из магазинов туристического оборудования, да. Может, стоит с ними поговорить, может, им будет стоить выгодно закупить те же палатки, которые раз в год они будут во время сезона нашего будут давать на прокат хотя бы тем же командам из-за границы, которые будут прилетать. я вынужден тебя огорчить, Ян продал магазин. Побыв спонсором наших соревнований год, он разорился. Это, как бы, нехорошая примета. Дряма. Хорошая реклама для спонсоров. Через 3-ой форуме. Да, что как-то вот, ну, не знаю. Короче, магазин он продал, и человек, который сейчас взял, это израильтянин, с которым, как бы, пытались пообщаться, но пока вариант не катит. Но мысль интересная. Смотри, вот Игорь сказал, что у него есть возможность хранить. У него есть помещение, которое он готов помочь, предоставить под хранение, потому что на сегодняшний день все хранилось у меня на складе, в который переделан гараж. И самое грустное, что в этом году я обнаружил там крыс. Палатки съели? Палатки, к счастью, не съели, они слишком высоко висели. Но то, что лежало на полу и стояла на полу, стояла коробка с тентом, нижний угол просто отгрызен вместе с куском тента, вместе с куском крыши и так далее. То есть, это вариант очень печальный, потому что бороться с ними тяжко. Ну, в более серьезных фирмах, где есть складские помещения, там как бы больше возможностей по борьбе с живностью. Так что, в плане снаряжения мы об этом, естественно, думаем. Как эту проблему решить? Потому что можно не только карповые палатки жить. НТПС нормальные палатки, хорошие, качественные и не карповые. Та же Go Nature, которая у нас прослужила нам пять лет, вера и правда. Огромная палатка и стояла на этих ветрах и держала ливень. Все нормально. То есть, как бы, можно найти с удочками, может, посложнее, конечно, будет сделать запас. Ну, удилище при желании можно и свои привезти. Главное, чтобы были палатки, расходушки, с удочками. Ну, да, это... Главное, газовое, минимальное и туристическое, это больше туристический набор. Вот сейчас говорили, когда был журналист из газеты, он расспрашивал про экономику, как бы, что здесь происходит. И ответственность за эти дела она сказала, что у них есть новый проект, который предусматривает несколько, как бы, как она назвала, ступенек сервиса. Она говорит, есть обязательный базовый сервис, кемпинговый. Это значит, что ты приезжаешь на своей машине, тебе представляется место на стоянке и ставь палатку, занимайся сам собой. Короче, базовый, как бы, что чисто, тут у тебя ходит стоянка и туалет. Есть более высокий уровень, это когда есть специальные места под палатки и эти палатки тебе могут выдать в аренду. Мало того, ты можешь заказать, чтобы тебе поставили к твоему приезду. То есть, ты приезжаешь на Кеннерре, нет, у тебя стоит палатка, у тебя есть электричество, у тебя есть вода, вот, и более в уровне, там, кемпинговые, когда можно эти, как эти называются, эти караванчики, ну, домики, что машина таскает. На юге Кеннерре-то это уже практикуется на гофре-то давно. На гофре-то уже давно, да. Зимой это не сезон отдыхающих. И я думаю, что все-таки можно было бы их заинтересовать, если люди приезжают из-за границы, зимой они бы под камерой едят. Потому что мы пытаемся, вот они как бы спрашивали, сколько человек из-за границы сейчас присутствует на Кеннерре, и для газеты это очень важно, чтобы понять, есть ли какой-то потенциал вообще у всего этого. Ну, он есть. Я вам сказал, ребята, как бы, ну как нет потенциала, во всем мире это бизнес. Рыбалка это бизнес, на этом делают деньги, как бы, разные, и не только рыбаки, гостиницы, рестораны, кто угодно. Поэтому это выгодно всем. Главное, что начало положено, команды все больше начинают нас посещать, и чем больше даже наших клубников, вот просто рыбаков, которые знают их и видят в соцсетях, учатся от них через соцсети, могут прийти и увидеть, и если да, чем-то помочь. Пойдем посмотрим, что поймал. В эфире будет интересно. Да, тут приехала лодка с рыбаком. Здравствуйте, вы с рыбой вернулись, ребят? Можно посмотреть? попавлю-то? Треста. Да. Да. Это не карп. Нет? О. Нет, это карп. Это карп? Какое это карп? Это усач? Это карп? Нет, это не карп. Вот это усач. Пулечки, не пачкайте на руку. Ага. Да, да. Это усач, это все усачи. Это все усачи, да? Да. Но усача, кстати, меньше похоже. Вот этот. Вот он усач, 100%. Это не карп. Это не карп. Рот, посмотри, рот высокий. Рот высокий. Да, где-то есть это, но рот высокий. У карпа рот смотрится вниз. Здесь рот смотрит вверх. Поэтому вчерашняя рыба, вот оно, ус усача. А это вы на троллинг? Или на троллинг? На троллинг? На троллинг сегодня. Спасибо большое. Спасибо. На троллинг сегодня еще думал. Мертвая живность? Да, там поручается, столько грязи. Да. Адрак стал, по поводу болезни, чая. Глянь, сколько? Сколько чая? Вау. Вау, кошмар. Глянь, пригнала ее. А что это с ним? Ну, она какая-то инфекция, не знаю, что это может быть. Каждый день тут не уловы? Ну, каждый день, бывает и побольше. Ну, а это вообще хорошо или так? Средний? Хорошо было в прошлый раз. Как сюда? Как сюда? Как сюда? Если я отставил, у меня нет, есть. Рыба к верху идет, или под носок? Больше? 4,920. Еще один 4,250. Таких 6,920. А как вы тролите без мотора? Просто по течению не внесет? На веслах. У меня есть мотор на второй лодке. Мотор, лодка, номерами, когда один такой. Круто. Эти были большие на Jeep, там. Тут есть, как оно называется? Селедка. Нишри? А? Садач? Нет, нет. Сардина? Сардина. И вот этот мелко чешуйчатый, здоровый, он приходит ее пить. Ну, там, здесь, по-моему, крупночетки. Да. Я мелкого я выкупал. Было пару я выкупал. Пару сколько было? Пару сколько было? Пару сколько? Спасибо. Спасибо. Понятно. Да, я давно таких экземпляров не видел, на самом деле. Вчера побольше привезли. Да. Не, ну, я как бы, ну, это с берега, ну, раз или два попадается крупный, но такого количества, чтобы крупняка. Короче, рыба растет в кинорити, как я смотрю. потому что был период, когда самого вообще не было, достаточно длительный, а потом они опять появились. Так что, наверное, как-то они снова размножились. Карп неактивный. Ну, видите, да, он, в общем-то, не только у вас, он неактивный. Не, ну, он по всему водоему неактивный. Да, к сожалению, как бы, то, что и с севера сообщают, там тоже тишина, с юга тоже тишина. Похода очень влияет на водоем. Направление ветра, естественно. Хотя сейчас ваш ветер. Да, Берег. Ну, вот мы ловим сомой, надеемся, что наконец-то станет активный карп. А там, где есть устачь, там есть и карп. Они всегда ходят рядом. по времени проходит сом, по времени проходит устачь. Да? Четко зафиксировано. Да, Так, смотришь теперь, 10 часов. Так. Сейчас будет устачь. Сейчас будет устачь. Ну, ребята, желаю вам не хрустания чешуи. Спасибо. Без спокойных ночей. Ну, только, чтобы нас не будили. Пока две ночи были очень спокойные, мы отлично выспались. Тоже, тоже плюс. Смотри, сказать, что в январе отдохнул позагорал, помочил ноги. Музыки, как на том берегу, у нас нету, у нас тихо, спокойно, мы с природой. Вот об этом мы говорили, опять же, эти журналисты, о том, что, когда ввели этот закон, запрещающий усилители на большинстве пляжей, которые приезжают в Миннелли, он сказал, что было очень тяжело, потому что народ никак не мог понять, что что-то изменилось и продолжалось. Были и стычки, была и полиция, и все. Но постепенно, постепенно народ начал к этому привыкать, потому что эти пляжи для отдыха в тишине. Без этих громкоговорителей, усилителей, музыки, всего остального. А как только, если кто-то появляется, хватит 5 минут, приезжает машина и просят выключить музыку, вежливо, без ударов. Ладно, ребята, спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо. Я надеюсь, что я к вам еще зайду. Когда рыба будет заходить? Пока рассказывать нечего. Да, не, ну, что я был, когда там, там тоже рыбы не было. Извините. Вот, так что будем работать и дальше. Кстати, вот мне интересно, как бы у тебя приходилось бывать на похожих водоемах? На похожих? Ну, единственный водоем, на котором я был, такого размера, плюс-минус, да, большой такой, на котором я лагу рыбу, это водоем в Ампусе. У нас в Украине таких водоемов просто нет, в Европе таких водоемов нет. Подожди, болотон, я там не был, то есть, есть болотон, но я на нем никогда не ловил, там, кстати, сейчас весной будет соревнование по завозу, но, чем характерен болотон? Там есть какое-то количество секторов, эти сектора, если вытаскиваешь сектор, они ловят. остальные сектора, они могут подлавливать, либо быть статистами. Я такие водоемы не люблю, поэтому я на них стараюсь не ездить. Я люблю те водоемы, где все-таки все зависит от тебя, а не от того шарика, который ты вытащил. Тем более, у вас даже тащить не пришлось, мы были 25-ми, вытащили 25-й, очередь наша была 25-я, то есть мы вытаскивали, остался один шарик. Интересно там, где все от тебя зависит, а не от того, К сожалению, наш водоем в этом плане он очень сложный. То есть, когда мало команд, то можно еще как-то найти более-менее равные секторы, когда низкий уровень воды. Ну, я, кстати, так не думаю. Вот, например, на этом берегу, на этом берегу, тут можно было бы вот сколько метров, тогда на всех можно было бы. Да, практически, ну, как минимум, одну зону можно было бы сделать вот тут в грядку. Да, меньше было бы рыбы. А в следующем пляже еще одна. Меньше было бы рыбы, ее, в принципе, и так мало, но это хотя бы было бы спортивно. То есть, все-таки, что такое соревнование? Это же борьба не только корма, да? Это борьба там физических возможностей, тактики, техники. Да, ты смотришь, что делают твои соседи, пытаешься их обыграть. А когда соседи за 250 метров, ты никак не можешь повлиять на их клев, тут можно сделать более-менее рабоценный успех. Я тебе скажу. Дело в том, что у нас кубок, который мы проводим до Галейского карпа, он как раз именно в таком формате и проводится. Кубок проводится в формате ФИПС. 72 часа, двойки все сидят в один ряд, сектора по 40 метров. Это турнир, который мы проводим каждый год, опять же, естественно. Но он у нас проходит до Галейского карпа. А Галейский карп исторически сложился как коммерческий турнир. Коммерческий в плане того, что достаточно высокая стоимость участия и есть призовой фон, денежный. Сейчас мы думаем очень сильно о том, что это уже мы прошли. И что, возможно, нам надо переходить на вариант чисто не коммерческий спорт. А коммерцию люди пусть себе возьмут на себя сами. захотят сброситься в кассу. Пусть делают тотализаторы. Потому что эта коммерция, она только раздор вносит в все эти дела. Тут надо просто понимать, какую цель вы преследуете. Если, к примеру, вы преследуете цель привлечь команды из-за границы, то тогда однозначно лучший вариант, чтобы были меньше взносы и не было призового фонда. Потому что команда, которая приезжает из-за границы на водоем, на котором они первый раз, ну, только, наверное, недальновидный карпятник может думать и очень сильно надеяться на этот призовой фонд. Понятное дело, если тут команды ловят всю жизнь, а кто-то приехал первый раз, обыграть их очень сложно. Ну, это естественно. То есть, нужна тренировка, нужно время и так далее. Ну, вот, у нас полторы суток ушли для того, чтобы разобраться, какой стикмикс использовать. И то, мы до сих пор не поняли, потому что пока мы знаем, какой стикмикс лучше на СОМА. Какой лучше на карпа, пока не понятно. Ну, а команды, которые тут уже ловят, они же, естественно, все это знают. Команды из-за границ будет больше, если будет меньше взнос, даже без призового фонда, но меньше взнос. Ну, вот, мы к этому пришли в этом году, начали думать, мы думали это сделать на этом, Галиле, но нам сказали, что революции не надо делать таким образом, что, как бы, люди уже записались на соревнования, часть из них записалась, возможно, из-за призового фонда, а мы им вдруг сообщаем, что, извините, мы передумали, ну, так не делают, некрасиво. Надо это делать до того, как начинается запись, то есть уже выставлять правила. До того, как вы сделали регламент? Да, где будет написано, о том, что этот турнир, он будет проходить так-то и так-то, без призового фонда, то есть стоимость участия, она чисто идет на покрытие расхода. Все, до свидания. Все остальное, как бы... Ну, и Куркину дали там. Ну, это входит, это расходная часть, пляжи, бензин, еда, я знаю, то есть, расходная часть, которую надо покрыть. Вот из этого будем рассчитывать. И посмотрим. То есть мы в идеале, конечно, хотели бы больше, чем два турнира в год, но проблема-то в нас, потому что у нас нет возможности физической это сделать, брать отпуска три раза за зиму. Понимаешь? Работа мешает рыбалке, бросайте работу. Да, ты таки что скажи, который родился ребенок шесть месяцев назад, он тебе все расскажет. бросайте работу. Ну, в общем, будем думать и будем надеяться и на вас тоже. Я имею в виду, что как бы понятно, именно вы и делаете этот турнир престижным. Я считаю, что престижность текущего турнира, она супер высокая. Потому что, по-любому, две страны, два чемпиона мира, прошлый, текущий не играет роль. А они что, чемпионы мира? Они будущие чемпионы. О, да. Две страны текущие, одна будущая. Но, нет, я не говорю просто про представителей. А что, одна будущая? То есть, Израиль уже не в черте. Ребята, я ничего не говорил, вы не слышали. Не, ну, понятно, как бы, что чисто, если брать просто зарубежную команду, так у нас, кстати, оказалось, что у нас рядом стоят румынии, у которых один реальный румын. не израильтянин. Он приехал из Румынии, он наиврите не говорит. Вот. А у этих, у другой румынской команды, у них румын из Англии, которые тоже наиврите не говорят. Как бы, реально, у нас сейчас Англия, Румыния, Россия, Украина, Белоруссия. Ну, уже хорошо, слушай. И в судьях молдаване. Он тебя, наверное, смотрит, так что осторожнее. Ну, я просто к тому, что когда люди узнали о том, что здесь, ну, скажем, вы же записались последними, но, в принципе, здесь были, был Бугай записан. Когда люди узнали, что появляются команды такого уровня, то народ сразу заинтересовался. Ты же понимаешь, как бы, сделать чемпионов? Да мы сделали этих чемпионов, как детей. Народ забывает немножко, что точно так же он выступает потом на тех же Кричевичах. Смотри, мы командой занимали призовые места, ловим давно, знаем водоем. Но, тем не менее, я сегодня хотел бы добавить большое спасибо команды Кричевичи, потому что, глядя на них, на их работу, как спокойно, при всем том, что мы все еще не взяли карпа, их профессионализм не пробьешь, это видно, их работу. Я в большой надежде, что они смогут сломать наши стереотипы по поводу КНР, это в плане программы и прикормочной, и насадочной, просто надежда, что, как у вас написано на вашей прикормке, 100% гарантируете на любом водоеме лов. Сома прикормка лов. Там не указано, какая рыба. Вот это главное. Да, рыбачить вместе в одном секторе неделю с такими ребятами, это большой удовольствие. Руки не мыть потом полгода. Ой, хватит, только корону скоро придется обнимать. Не, смотри, как бы, согласись, что чемпионами просто так не становятся. А тем более, а тем более, дважды. Это большая работа, это время, это силы потраченные. Я уже не говорю про деньги. Ну, это вообще в последнюю очередь. Те люди, у которых нет денег, им, честно говоря, в карпишинке, те... Ну, это дорогой вид спорта, тут ничего с этим не сделаешь. Если ты хочешь результат, если ты хочешь результат, ты должен иметь финансовую возможность ездить, вкладывать, да, вкладывать и так далее. Это все дорого, ничего с этим не делаешь. Время, которое ты ворудши в своей семье. Тоже тяжело. Жена не против. Жена не против? Всем им привет. Да. Да. семьи максимум, если они сейчас не смотрят в онлайн, они увидят это в записи. Так что, можно помахать ручкой. Заходите, когда будет рывок. Заходите, как бы, на нашу страницу, заходите, смотрите, что там нового, фотографии, ролики. Подписываемся, ставим лайки, как это говорится. Спасибо вам большое, ребята. Пока.